Я приветствую всех зрителей Универньюз. С вами сегодня я, Анна Глазунова. О самых ярких событиях студенчества расскажу вам прямо сейчас в эфире вы увидите. В Международный день музея в Казанский федеральный университет провел значимое мероприятие. В ИВАТ КФУ зрители увидели премьеру детского спектакля. Делегация Сатарстана стала обладателем гран-при российской студенческой весны. 18 мая Международный день музея в Казанский федеральный университет провел череду памятных мероприятий. Одним из них стало открытие выставки, посвященной 90-летию со дня рождения Альфреда Халикова. Ее посетил ректор КФУ Ильшат Гафуров, ученики и дети прославленного археолога Татарстана. Подробности далее. Казанский федеральный университет отпраздновал Международный день музеев. В музее Лобачевского открылась школа юного археолога. Здесь же начнет свою работу выставка к 90-летию со дня рождения Альфреда Халикова, одного из создателей Казанской археологической школы. Открытие выставки посетил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Сегодняшний день он замечательный еще тем, что мы с вами открываем выставку, можно, наверное, так и назвать имени, хоть вы и сказали, это посвящено всем археологам. Почему? Потому что имени Сатфреда Халикова, чем с его именем, связаны жизнь по сегодняшний день всей нашей практической археологической науки. Экспозиция была представлена как в виде фотографий, рассказывающих о жизни ученого, так и в виде экспонатов, обретенных во время археологических экспедиций. В подготовке выставки приняли участие десятки специалистов и сразу несколько музеев Татарстана. То, что выставка открывается именно здесь, в университете, наверное, тоже знаково, потому что он являлся и выпускником нашего университета, и почти всю жизнь преподавал в нашем университете. Поэтому все наши сегодняшние таланты, археологи, они, по сути, могут, наверное, так или иначе, либо являются прямыми его учениками, либо могут быть сподвижниками его и считать его своим учителем. С 1968 года до конца жизни Альфред Халиков преподавал в Казанском университете. Под его руководством сформировалось несколько поколений археологов. Мы с вами и беляры совершенно другие сегодня имеем, и булгары другие, и сияж с другой, да, и вообще тренд от памятников истории, три из которых по праву сегодня пополнили список ЮНЕСКО, они стали масштабироваться в нашей республике, и это стало местом притяжения, и это стало уже экономической составляющей, то есть объекты истории, и с чисто затратной частью пошли доходную часть экономики нашей республики. Ученый являлся одним из инициаторов создания археологической карты Республики Татарстан. Ему принадлежит инициатива создания музеев-заповедников в Беляре и его округе, в Казанском Кремле и Елабуге. Я впервые с именем Афеата Фасаныча встретился, когда работал в Елабуге, и мы каким-то образом искали доказательную базу под празднование, под юбилей тысячелетий. Именно в его работах были первые найдены тогда посылы, а потом уже его ученики в результате раскопок иных исследовательских работ имели достаточно полную доказательную базу. Материалы экспедиций, хранящиеся в разных музейных собраниях и архивах, впервые представлены на новой выставке в Казанском университете, которая проработает до 30 июня 2019 года. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ Ньюс. 18 мая также прошла премьера детского спектакля «Виват КФУ». Он был посвящен 215-летию со дня основания Казанского императорского университета. Все подробности расскажем в сюжете. Эти юные актеры чувствуют себя уверенно на импровизированной сцене. В субботу, 18 мая, Международный день музеев, состоялась премьера детского спектакля «Виват КФУ». Я в спектакле играю современную девочку, которая узнает много нового о Казанском университете. Участие в нем приняли 16 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Все они актеры детского театра «Радуга» Института психологии и образования Казанского университета. Отрабатываем и сценическую речь, и сценическое движение, и как это все смотрится вместе. Жестикуляция, мимика, танцы. Все это входит в программу наших занятий нашего детского театра «Радуга». Специфика нашего детского театра в том, что разучивать роли и проводить учебные занятия помогают студенты, будущие учителя начальных классов. Спектакль был посвящен 215-летию со дня основания Казанского императорского университета. Зрители увидели историю создания и развития Казанского университета с 1804 года до сегодняшних дней. А для того, чтобы погрузиться в атмосферу 19 века, с участниками спектакля проводили дополнительные занятия, экскурсии. Когда мы начали подготовку к этому спектаклю, мы проводили учебные занятия в нашем детском театре, которые были связаны с изучением именно истории и традиций Казанского университета. Это тоже помогло детям узнать больше об ученых, о том, какие конкретные открытия они сделали и что вообще из себя представляет Казанский университет сейчас, сегодня. Среди зрителей был ректор Кафульша Адгафуров, а также сотрудники и гости университета. Красивые наряды и обстановка музея помогла детям настроиться на нужный лад и со всей ответственностью сыграть свою роль на сцене. Были актеры, которые исполняли сразу несколько образов. Я исполняю четыре роли. Лобачевский, Энгельгард, Лев Толстой и ведущий. Одновременно самое сложное и самое интересное это была Лобачевский, потому что в Лобачевском у меня очень много слов. Энгельгард это такая намудренная роль, где слова такие, как фосфолирирование, биоэнергетика, такие слова, которые я практически не понимаю, но я их говорю. Мама Тимура отметила, что сын очень тщательно готовился к выступлению, отрабатывал слова, мимику и движение. Сын подходил к портрету Лобачевского, который находится здесь и пытался изобразить его суровый вид. То есть он спрашивал, я похож на портрет Лобачевского. Он пытался вжиться в роль, понять его характер. Актер Давид Абдулин в спектакле сыграл русского химика Александра Бутлерова. Моя теория химического строения органических веществ положила начало целой науки и направление в химии. Подготовка к спектаклю заняла три месяца. Помимо выученных слов и отыгранных ролей, зрителям были представлены три танца, которые подготовили актеры детского театра «Радуга». Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Перми завершился фестиваль российской студенческой весны. В общекомандном зачете обладателем гран-при стала делегация из Татарстана. В состав команды вошли 30 студентов Казанского федерального университета. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Алсу Сатарвой. Завершающий этап всероссийской студенческой весны прошел в Перми с 14 по 18 мая. Делегацию Татарстана представило 95 участников, в их числе 30 студентов Казанского университета. Даже несмотря на то, что погода была не очень хорошая в Перми, вся эта энергетика студенчества, она была заряжена позитивом и все проходило очень красочно, солнечно, интересно. Казанские студенты стали лауреатами во всех направлениях фестиваля. От анимации до вокала, от хореографии до театра мод. Творческий коллектив Image – это световой театр. На республиканской студенческой весне мы взяли гран-при и далее поехали на Россию. На российской студенческой весне у нас второе место в номинации «Оригинальный номер». Помимо состязаний студентам предоставили и развлекательную программу, которая была связана с мастер-классами. Посетили мастер-класс Марина Девятовой. Это очень душевный человек, нам очень понравилось. Мы взяли для себя очень много нового. Также посетили мастер-класс вахтанга, фитбоксера. Нам тоже было интересно, но немного новая для нас стезя. Напомним, за последние годы сборная Татарстана становилась обладателем высших наград российской студенческой весны 6 раз. Это лучший показатель среди всех регионов страны. Алсу Саттарова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Студенты Казанского федерального университета посоревновались в мужских, женских и смешанных забегах на эстафете. Кто стал победителем соревнований, мы расскажем в нашем сюжете. Смотрим. В Казанском федеральном университете прошел заключительный этап спорта-киады студентов и аспирантов вуза. В завершающий день состоялась эстафета. В ней приняли участие команды из 17 структурных подразделений КФУ. Коллективы соревновались в мужском, женском и смешанном забегах. Лучшим в общем зачете стал набережно-челнинский институт, благодаря победе в мужском забеге и местам в тройке в остальных. Второе место занял Институт управления экономики и финансов, взяв золото в женском и смешанном забегах. На третьем месте расположился Елабужский институт Казанского федерального университета. Лучшие команды были награждены медалями, дипломами и кубками. Артем Тупичкин, Роман Полинсков, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях и не пропускайте свежие выпуски Универньюз. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok